Добрый день дорогие коллеги, мы рады вас видеть в нашей теплой уже дружеской компании, я вижу очень много знакомых здесь присутствующих, у нас в гостях Татьяна Викторовна Телегина, хотя уже можно сказать она полноценная хозяйка в наших мероприятиях, она сегодня будет в гостях очень интересные вещи закладывать, даже для меня интересные я часто слушаю ее и открываю ее каждый раз по новому и по новому, она всякие изюминки и новинки открывает у меня сейчас включена не просто веб-камера, а камера с эффектами, вы видите какие они красивые, там можно шапку одевать, рога себе приставлять, это тоже интересная технология, но сегодня будет речь о других решениях, о технологиях, креативного онлайн обучения, вот такая интрига, как это найти инструмент, какие-то там винтики, гайки, какие-то механизмы, чтобы развивать творчество, такое вот необычное сочетание технологии и творчества, этому будет посвящен наш вебинар, потому что без технологий, как мы убедимся дальше, творчество невозможно. Сразу хотим сказать, что получить сертификат участника можно по этой ссылке, он стоит совершенно недорого, презентация, презентация, звука нет, говорят, меня слышит, Татьяна Витальевна? Да, было небольшое подвисание, небольшое подвисание. Проверьте у себя колоночки. Вот такой красивый сертификат, знакомый вам, обновленный с уникальным кодом, звук подвисает иногда. Было чуть-чуть подвис. Ну, подвисает. Ну, будем надеяться, что все-таки пройдет нормально. Возможно, это у кого-то свои частные проблемы. Ну, вот здесь, здравствуйте еще раз, здесь мы видим вот такую смешную подборку изображений. И я передаю слово для приветствия и для продолжения нашей темы Татьяне Витальевне. Добрый день, Татьяна Витальевна. Добрый день, Юрий Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги. Елена Владимировна, коллеги, поставьте, пожалуйста, прежде чем мы начнем плюсики, слышно ли, Юрий Николаевич? Говорю, слышно. Слышно, все, отлично. Тогда идем дальше. Да, сегодня у нас такая необычная, может быть, несколько тема. Все, 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 спасибо большое, коллеги, за плюсики. И немножечко про креативное обучение, но больше, как Юрий Николаевич уже правильно сказал, про технологии креативного обучения, с помощью которых его и можно будет организовать. Ну, буквально в двух словах, что подразумевается под креативным обучением. Это такая индивидуально ориентированная работа с учащимися и во главе угла задачи формирования и развития способностей к самостоятельному формированию знаний, умений, навыков, способов действий. Главный фактор – это инициативность и обучающегося, и обучаемого. Учебный процесс превращается в такую совместную деятельность и преподавателя, и обучающегося. Здесь очень большой живой контакт партнеров, есть большая заинтересованность в решении задач и достижении результата. И преподаватель превращается из поводыря в такого сотрудника вместе с обучающимся, занимающимся сотворчеством. То есть результат этого обучения, создание чего-то нового, будь то знание, умение, продукт или услуга – это всегда совместная работа. Но личность преподавателя здесь все-таки имеет огромное значение. Он тоже должен быть творческой личностью. Если уж мы говорим о развитии креативных способностей, то не творческий преподаватель креативу вряд ли научит, и творческий процесс вряд ли получится организовать. Я так сейчас напоминаю основные моменты, связанные с креативным обучением. Подробно мы в эту тему сегодня углубляться не будем, у нас немножечко другой аспект. Но возникает всегда вопрос, а где взять время на это самое творчество самому преподавателю, если он занят помимо всех РПД, ФОСов и прочих заданий, помимо проведения обучения. Если говорим еще о дистанционном формате, то различные настройки ломают голову не над новыми креативными технологиями и решениями, а какой элемент курса выбрать, как его настроить, да где взять нужный ресурс для того, чтобы реализовать свою идею. Вот как освободить время для этого самого креатива преподавателя. Вот об этом мы сегодня скорее с этой точки зрения и будем говорить о технологиях. Ну, прежде чем мы с вами пойдем дальше, а кстати, а как у нас с вами обстоит дело с креативом? Вот давайте проверим и немножечко поиграем. У нас сейчас будет такая небольшая креоразминка, креативная разминка. Вопрос к вам, коллеги, готовы поиграть? Поставьте плюсик. Отлично. Вот тогда мы делаем следующий шаг. Итак, креативная разминка. Какой самый привычный носитель информации мы с вами знаем, доступный для нас? Не говорим об электронных курсах. Ну, конечно же, это книга, на которую мы отсылаем наших учащихся, которыми сами часто пользуемся. Вот такой вот инструмент, чаще всего прямоугольного формата, разной толщины и размера, привычный, обычный, может быть, немножечко скучный. Можно ли сделать ее необычной? Вот такое небольшое творческое задание для наших участников, готовых поиграть. Условия. Мы должны придумать новую книгу, как носитель информации, как источник информации. При этом она должна оставаться носителем информации, ее можно читать, нужно придумать новые идеи. Какой может быть эта новая креативная книга? Только черт, давайте не будем использовать обобщенных понятий. Типа книга должна быть электронной или удобной, или комфортной. Это ни о чем, это общие слова. Попробуем более конкретно придумать какие-то конкретные варианты. Сначала я вам покажу, как будет проходить наша разминка. Потом вам дам ссылочку в чат, по которой мы перейдем вместо игры, и там уже поиграем. Время игры будет ограничено 5 минут. Свои варианты начинаем предлагать. После моей команды «Начали», я засекаю время. Через 5 минут мы останавливаемся и возвращаемся обратно в нашу вебинарную комнату. Итак, как управляться той площадкой, куда мы перейдем? Для кого-то она может быть знакома, кто-то, может быть, с ней не встречался или встречался давно. Это такая доска. Свои варианты можно добавлять следующим образом, двумя способами. Что-то у меня не берется этот самый. Сейчас возьму мышку. Либо два клика мыши по пустому полю открывается поле записи, сюда заносите свой вариант. Только проверьте, чтобы у вас стояла русскоязычная раскладка была на клавиатуре. И второй вариант. Можно нажать по плюсику, также откроется свое поле, туда заносите свой вариант. Если подвести мышку потом вот сюда, к желтому пунктирной линии, то свою запись можно будет двигать, можно будет передвигать. Вот за пять минут нужно будет придумать как можно больше новых вариантов, какой может быть книга. Это может касаться и содержания, организации текста, это может касаться формы, материала. То есть здесь ваш кариатик. И ссылочка, по которой мы туда с вами переходим. Да, еще важное напоминание. Одна идея – это один вот такой вот стикер, одна запись. Если приходит несколько идей, то значит открываем несколько записей. Итак, с условиями все. Даю вам ссылочку на доску. Сейчас переходим туда. Даже перейдя, откройте в соседнем окне, перейдите по ссылочке, все равно слышать вы нас будете. Здесь есть, минутку даю осмотреться. Здесь я даю рисунок, представленный нашей книге, то, что находится в фокусе нашего креатива. И вот два примера здесь уже есть. На них можно ориентироваться. Итак, коллеги, время пошло, начали. Можно придумывать несколько вариантов. Татьяна Викторовна, видите мой рабочий стол? Видите, как идет работа, вот я показываю свой рабочий стол, что там пишут коллеги. Вижу, вижу, я уже несколько интересных вариантов там подсмотрела. Я веду в вебинарной комнате. Нет, есть, есть, да. Я транслирую рабочий стол, то, что вы просили. Некоторые представляются, указывают фамилию, это опытные пользователи, которые знают, что там все анонимно. Ну, Татьяна Викторовна, будете группировать? Будете группировать эти записи? Я потом скажу. Я, честно говоря, подлет не использую. Но знаю, что его использует Татьяна Викторовна. Я не хотел его никогда даже и рассматривать для себя. Но когда Татьяна Викторовна мне показала, незадолго до нашей встречи, я понял, какая-то интересная штука. Она сейчас расскажет про этот инструмент. Итак, это коллективное творчество, да, Татьяна Викторовна? Да, это коллективное творчество, причем каждый имеет возможность. Вас не слушают, что они наносяют друг на друга? Нет. Вот это правильно. Мы их потихонечку все растащим, расстановим, ничего страшного. Это же набрасывание идей. А самый лучший эффект, когда они пересекаются, сталкиваются, взаимодействуют друг с другом? То есть пошла игра такая, да? Ну, это как бы даже только начало игры. В игре самая интересная победа и кульминация. Будет ли тут победитель? А мы сохраним интригу. Людмила Михайловна ставит знак «минус». Это что значит? Что у вас нет доступа туда? Ну, вот тут Галина Дмитриевна беспокоится про определение. Я дал одно определение. Действительно их миллион определений креативности. Мы рассматриваем общий контекст креативного обучения, творческого обучения. Как создание нечто нового и полезного. Но мы не детализируем конкретику, не детализируем каждый случай у каждого из нас. Остаемся только в рамках общего понятия креативного обучения и творческого подхода обучения. Проблема у нас в технологиях будет. Виктория Анатольевна уже видела съедобную книгу. Мы разве показывали ее? Какую? Едобную. А, она показана на примере на одном из предложений авторов. Листья белокочанной капусты. Так, коллеги, пошла последняя минута. Некоторые коллеги... Последняя минута. Отлично, так и надо. Самое главное только, чтобы разные решения на разных стикерах у нас с вами были. Какое название носит этот сервис? Что это за программа? Это веб-сервис? Голубая ссылочка? Так, коллеги, все, стоп. Время закончилось. Возвращаемся назад. Ну и кто скажет? В нашу комнату. Значит, по нашей игре. То, что мы с вами набросали, совершенно различные, очень интересные варианты попадались. Спасибо большое, коллеги, за креатив, за такой творческий подход к выполнению задания. Значит, что будем делать дальше с тем богатством, которое у нас с вами осталось? Ну, во-первых, я эту доску до субботы точно закрывать не буду. Она будет открыта. По этой ссылочке можно будет перейти, что-то еще допридумывать, если будет такое желание посмотреть, что напридумывали наши коллеги, чтобы нам сейчас во время вебинара не отвлекаться на работу с этим действительно интересным инструментом и теми наработками, которые у нас уже есть. Значит, что это за сервис? Ссылку я в конце вебинара дан на этот инструмент, с которым мы сейчас работали. На него можно будет посмотреть, попробовать, поиспользовать в своей практике, поработать с ним. Значит, по тем придумкам, которые мы сейчас набросали на эту доску, они не исчезнут, они никуда не денутся. Я их сгруппирую, поэтому я беру себе день сегодня на то, чтобы провести такую тщательную группировку, поработать немножко с нашими записями, редактировать. Честное слово, не буду, авторский текст сохраню. И с тем, чтобы можно было потом посмотреть по группам, что у нас получилось. Результаты мы представили. Это вот эта самокупность, каша, ее можно разложить как-то по группировке. Да, да, да. Вот, кстати, сейчас то, что мы с вами сделали, во-первых, мы проверили очень важную вещь. К 12 часам дня четверга с креативом у нас все в порядке, креатив просыпается. И мы с вами не просто сейчас поразвлекались, мы поработали с несколькими важными моментами. Во-первых, то, что мы с вами применяли, может быть, даже неосознанно, это близко к одной из креативных технологий МФО или метод фокальных объектов. Мы его попробовали в дистанционном формате. Кто не в курсе, сущность очень краткая. Для тех, кто знает, так напомню. Сущность этого метода состоит в перенесении признаков случайно выбранных объектов на тот объект, который лежит в нашем фокусе исследования, на фокальный объект. Вот нашим фокальным объектом была книга. Она была задана изначально. И если посмотреть потом по тем предложениям, которые наши коллеги делали, в общем-то мы этим методом осознанно или неосознанно, но пользовались. Мы брали какой-то случайный объект, белокочанная капуста, и один из его признаков мы переносили на наш фокальный объект и смотрели, что у нас получится. И у нас получалась новая идея. Мы использовали очень краткий алгоритм. Технологию с самого начала я вам не рассказывала. У нас не было задачи обучить и поработать именно с этой техникой. Ну, если бы мы занимались обучением этой техники наших слушателей, то, конечно, сначала бы мы разобрали алгоритм, а потом пошли бы уже на доску. И второе, что мы с вами попробовали, работая на этой доске. Мы поработали с простым инструментом, который помогает реализовать эту технологию в дистанционном формате. Очень простой, элементарнейший инструмент. Возможно, во время работы кто-то уже отметил для себя плюсы, может быть, кто-то заметил минусы, а они есть, как у любого инструмента. И, возможно, кто-то уже сделал вывод о возможности его применения для себя. Поэтому ссылочку в конце вебинара обязательно на этот инструмент дам, кому интересно, можно будет пользоваться. И, в-третьих, важный аспект, который мы сейчас с вами затронули, мы придумали новые варианты усовершенствования нашей книги. Одни варианты были более обычные, чем другие, какие-то совершенно фантастичными, казалось. Но многие из этих вариантов могут быть или, возможно, уже реализованы. Вот сейчас я вас приглашаю в такую галерею самых необычных книг. Но мы будем не просто знакомиться с удивительным в мире книгоиздания. Для себя делайте пометочки. Можно где-то на листочке, можно просто в голове удержать в памяти. С вашей точки зрения добавляет ли вот эти креативные изменения полезности или ценности каждой из книг, которые мы увидим? Итак, галерея необычных креокниг. Первая книга достаточно простая. Это один из разворотов Часослова XV века, автор Николи Блэр. Сложная книга имеет форму миндального ореха, а в раскрытом виде она трансформируется в такое сердечко. Подсказка Часослов – это сборник молитв. Вот, подумайте, вот такое креативное изменение формы имеет ли какое-то значение для придания ценности этой книге. Еще один интересный пример – изменение формы. Объемная биография. Вот эти книги-биографии сделаны объемными. Каждая из них имеет вид головы известного человека, судьбе которого эта книга посвящена. Вот таких необычных биографий всего удостоились четыре личности. Это Анна Франк, известная своим дневником об ужасах фашизма, иранско-голландский прозаик, поэт и публицист Кадар Абдалла, нидерландский футболист и тренер Луи Ван Галь и художник-импрессионист Винсент Ван Гог. Вот четыре человека, у которых есть вот такие вот объемные биографии. Коллеги, со звуком все нормально? Отлично, тогда идем дальше. А вот интересная книга. Кстати, подобный какой-то вариант у нас был, я видела на доске. Называется «Дырявая книга Фойера» или «Древо кодов». Ну, она так и называется, «Древо кодов». Джонатан Фойер еще перед написанием этой книги решил, что это будет эксперимент, большой эксперимент. Это будет книга со смыслом и смысловыми наслоениями, которую можно будет читать много раз и каждый раз открывать новый смысл, понимать ее по-новому. Эта книга явилась такой наглядной иллюстрацией принципа сбора и использования в интернете информации с помощью гипертекста. На каждой странице расположено не более двух-трех десятков слов, а все остальное пространство занимает вот такие вот вырезы, такие дырочки, поэтому «Дырявая книга». И в итоге читатель может либо читать только те слова, которые расположены на данной странице, либо осуществлять переход по гиперссылкам на нужные места или продолжать читать книгу с нового места. Таким образом она приобретает новый смысл. Вот такой вот интересный вариант оформления книги, оформления содержания. Еще один вариант, еще одна интересная книга, книга «360 градусов». Это трехмерная сказка о белоснежке от японского художника Юсуки Оно. Вот он считал, что оформленные таким образом книги могут привлечь внимание не только содержанием, но и своей формой. И она действительно, как вы видите, может раскрываться на 360 градусов. Читать и смотреть можно с любого места. И каждый раз это интересное такое знакомство со сказкой. Ну и еще один вариант, честно скажу, самый вариант, который поразил меня до глубины души. Эта идея принадлежит хорватским книгоиздателям. Книга «Запекайка». Книга рецептов кулинарных. Но есть одна хитрость. Если вы ее откроете сразу, там будут пустые страницы. Для того, чтобы приготовить какое-либо блюдо по рецепту из этой книги, нужно ее сначала запечь в фольге. И только в таком случае на ее страницах проявляется текст. Задумка интересная, но у меня остался вопрос, на который я пока еще не нашла ответа. Google был мне в помощь. Нужно ли это делать один раз или каждый раз, когда нам нужно прочитать текст этой книги? Ну вот, такой необычный вариант у нас существует. Итак, вопрос к вам. Игорь Николаевич, откройте нам, пожалуйста, опросик. Спасибо. Вот те книги, которые мы с вами посмотрели. Можно выбрать несколько вариантов. Пожалуйста, отметьте, какие из представленных вариантов креативных изменений, вот таких внесенных в формат книги, добавляют ей пользы как источнику информации. Так, голосование пошло. 37 человек, 38. Да, вариант свой ответ можно добавить. Игорь Николаевич, Ага. Итак, результат уже можно подвести некий итог. Лидером у нас стал гипертекст Фойера, что неудивительно близко к нам. На второе место у нас выходит объемная биография, сердечные часа слов. И меньше всего баллов у нас набирает книга-запекайка. Ну да, действительно, есть такое. Да, интересно, но не всегда. Так, ну же 55 человек ответили. Наверное, можно опрос уже потихонечку завершить, потому что мы видим нашу тенденцию. Она у нас уже выстроилась. Кстати, сердечные часа слов, здесь есть некая полезность, некое напоминание. Именно вот эта форма сердца. Это же сборник молитв. Человек верующий, обращаясь к молитвам, не должен читать их формально. Они не должны идти от сердца. Поэтому вот такое напоминание, такой воспитательный некий момент, он здесь присутствует. Недаром, наверное, была выбрана эта форма. Итак, опрос. Наверное, останавливаем. И еще одна загадка. Вот мы с вами посмотрели, добавляет ли этот креатив ценности книги как источнику информации. Были свободные ответы, я их успела посмотреть. Это были сторонники традиционных форм, я так понимаю, ни одна не добавляет. И больше нравится традиционный формат книги. Это тоже имеет право быть. Я вам покажу еще одну книжку интересную. Вот такая вот лохматая книга. Это будет наша загадка на сегодняшний день. Как вы думаете, что это за лохматая книга? Вот какую полезность добавляет и добавляет ли книге такой дизайн? Отвечать прямо сейчас не нужно. У вас будет время подумать. К этой загадке и ответу на нее мы вернемся чуть позже. А если вы еще назовете автора и как называется эта книга, ну все, приз в конце будет гарантирован. Когда мы второй раз подойдем к этой загадке, я вас попрошу написать в чат. Сейчас, пожалуйста, никому не подсказываем. В чат ничего не пишем, но загадку держим в уме. Что это за книга такая и как же ее можно читать и зачем она вообще предназначена? Итак, коллеги, смотрите, мы с вами сейчас немножечко поиграли. У нас был всего один инструмент передачи информации. Это книга, банально скучный прямоугольный, сколько вариантов мы с вами придумали. Хвала нашему креативу и полету творческой мысли. Но вопрос, все ли из этих креативных задумок стоит использовать и всегда ли вот это усовершенствование творческое идет на пользу, наш опрос с вами показал. Не все и не всегда. Насколько велика трудоемка стерилизации этих затей? Добавляют ли они новые книги полезности? Вот от книги запекательки я бы, честно говоря, тоже была бы не в восторге. Для того, чтобы найти нужный рецепт, нужную информацию, мне нужно потратить полтора часа, чтобы ее запечь в фольге, еще фольгу найти. Скорее я призову гуглю в помощь. Вот, то есть выберу какой-то альтернативный, более простой и легкий вариант. Вот то же самое происходит и при разработке электронных курсов. Очень часто мы придумываем море всего замечательного, как только доходит до реализации. Вот тут мы и сталкиваемся с вопросом, а добавит ли это ценности нашему курсу. Вот мы и опять возвращаемся к тому вопросу, с которого мы с вами начали. Вопрос о ресурсосбережении и в первую очередь ресурсов времени. Все действия, не добавляющие ценности, это потери. И в первую очередь это потери времени. Вот так к нам и подкрадываются незаметно наши хронофаги. Кто это такие? А так древние греки называли потери времени. Хронос – время, фаги – поглотители. Времени и денег, Галина Дмитриевна. Но время дороже, чем деньги. Как говорил Луций Сенека, украденные деньги можно вернуть, можно заработать, можно попросить в долг. Со временем у вас это не получится, увы. Юрий Николаевич, что-то хочется сказать? Леона Викторовна, я вот слушал вас вместе с нашими коллегами и хотел спросить, и думаю, кто-нибудь спросит. Оказывается, Владимир Павлович спрашивает то, что я хотел спросить. А что вы понимаете по ценностю книги? Вот для верующего книга «Сердце» она имеет одну ценность. Для читателя, который хочет получить информацию, она имеет меньше ценности. Там художественная, а не информационная ценность. Поэтому, когда мы говорим о ценности, мы говорим о том, что есть у каждого из нас свое представление о ценности. Оно может не совпадать с пониманием других. Согласны, Татьяна Викторовна, ценности? Хороший вопрос, согласна. Что подразумевать по ценности? Если мы говорим о книге как источнике информации, как ресурсе, который мы используем для определенных целей и задач, и она будет нацелена на определенного потребителя, на достижение определенных целей и задач, то в этом случае ценности будет определяться, насколько эта книга как информационный источник, если уж говорим о книге, или элемент электронного курса удовлетворяет потребности и ожидания тех пользователей, и на которые они рассчитаны, и насколько она способствует достижению тех целей и задач, которые мы перед собой ставим. Вот. То есть мы говорим о ценностях в индивидуальном понимании, но для нас сейчас главное не то, в чем оно заключается для каждого отдельно из нас. А теперь переходим к хронофагам, пожирателям, уничтожителям времени, которые мешают нам достичь этой ценности. Неважно в чем она заключается, верно? Да. Мы не расшифровываем эту ценность для каждого из нас, она будет индивидуальной. А вот главное, как ее достичь. Спасибо. Продолжай. Да, и вот, кстати, хороший вопрос. Успела в чат задать Галина Дмитриевна, от креатива можно получать удовольствие просто как от процесса. Да, если ваша цель – это получение удовольствия и придумать как можно больше интересных идей, да, и интересно провести время, то, наверное, да, или потренировать свой креативный аппарат, то да, конечно, в этом случае мы не будем это считать потерей времени. Но, знаете, какая опасность есть у хронофагов? Вот недаром здесь эта картинка присутствует. Посмотрите, какой он миленький, какой он хорошенький, какой он упитанненький. Вот это изображение художника Виктора Молева, единственное, которое соответствует, наверное, понятию хронофага в полной мере. Иногда они очень увлекательны, очень интересны, они затягивают, мы занимаемся этим с удовольствием, но потом мы понимаем, что не успеваем выполнить что-то главное, что-то важное, мы не достигаем своей цели. И вот почему так получилось, да, вот это какие-то действия, которые не добавляют некой ценности нашему результату, вот это и будет являться хронофагом, то, что ведет к потерям времени. Если ваша цель была хорошо провести время или придумать как можно больше интересных вариантов, считать, что вы достигли этого хронофагом не будет. Но если у вас была цель в короткие сроки разработать эффективный курс, и мы настолько увлеклись игрой, что не достигли своей цели, не успели уложиться в сроки, то вот здесь можно говорить о том, что время мы где-то с вами потеряли. И потери времени можно разделить на несколько групп. Вот по степени контролируемости это три степени, три вида. Поглотители времени это личные, которые полностью нам подконтрольны, то есть мы можем либо принять решение и этого не делать, мы можем от них отказаться. Частично контролируемые полностью убрать мы ее не можем. Например, решение какой-то задачи рабочей или производственной, да, ну не получится, она есть. Но вот продумать более эффективную ее организацию мы можем. И минимизировать расходы времени на выполнение этой задачи без потери качества. И внешние обстоятельства, не зависящие от нас. Ну здесь нам остается только каким-то образом использовать это время, эти черные дыры времени, для того, чтобы оно у нас с вами не пропадало. Ну и по характеру расхищения можно на четыре группы эти поглотители времени разделить. Это ожидание, прерывание, когда нас кто-то или что-то прерывает со стороны. Отвлечение – это когда мы уже сами. И один из любимых таких поглотителей – прокрастинация или откладывание на потом. И со всеми этими поглотителями времени мы очень часто сталкиваемся, как в реальной жизни, так и при разработке электронных курсов. Ну вот причины хронофагов. Здесь примерно 12 причин самых часто встречаемых выделены. Я специально выбирала их больше 30 на самом деле. Но я постаралась выбрать те, которые подходят и для разработки электронных курсов, и те, которые в нашей жизни тоже зачастую встречаются. И следующий. Ну с причинами можно познакомиться. И следующий опрос, который мы сейчас с вами проведем. На самом деле, Татьяна Викторовна, уважаемые коллеги, не обязательно нам говорить об электронном курсе только. Вот тут присутствует много сотрудников библиотек, которые электронные курсы не разрабатывают. Хотя и интересуются этим процессом. Мы говорим о том, как обеспечить обучение с применением тех или иных инструментов. Как в ходе масштаба электронных курсов, в идеале, так и в масштабе какого-то ограниченного набора инструментов. Вот, например, подлет. Вот это один инструмент. Инструмент это не курс, но это тоже инструмент, который решает какую-то частную задачу. Поэтому, то, что говорит Татьяна Викторовна про курс, оно понимается не только отдельный курс, но и совокупность решений в обучении, которые выбирает преподаватель или на которые тратит время. Да, Татьяна Викторовна? Да, совершенно верно. То есть те основы, маленький кусочек из основ тайм-менеджмента про хронофаги, которые мы быстренько прошли с вами, не делая никаких пока еще заданий на него, относятся не только к электронным курсам, но и к освоению любой технологии, к любой нашей профессиональной деятельности и к нашей ежедневной деятельности, к нашей повседневной жизни. Поэтому опрос, он, да, здесь не только касается разработки электронного курса, но и использования любых технологий. Среди дополнительных вариантов ответов появились два. Видите, Татьяна Викторовна? Первый источник, да, сам первый источник. Татьяна Викторовна выделяет отсутствие первоисточников. Ну, что он понимает под первоисточниками, можно только догадываться. Первоисточники. Может быть, отсутствие документации. Второй вариант поиски лучших вариантов донесения информации. Проблемы. Лучших вариантов. Интересная точка зрения. А вот один коллега пишет, нет потерь. Все курсы делает с удовольствием. Это, наверное, мастер. Или тот, который умеет бороться с хронафагами. Избавляясь от удовольствия. Юрий Николаевич, когда мне кто-нибудь говорит, что у меня вообще нет хронафагов, и вообще нет никаких потерь времени, я прошу показать свой хронометраж хотя бы за три дня. 90% что мы находим. А вы знаете, иногда останавливается на этапе ведения. Говорит, о, все, 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 я нашел. Это просто зеркало, которое показывает нам то, чего мы не всегда видим, будучи погруженными в процесс. То, что мы получаем удовольствие от разработки курсов, это великолепно. Но есть моменты, которые можно было бы делать более просто, и более эффективно, и более быстро, без потери того же качества. Какие-то технические вещи, которые всегда есть. Я вот тоже с удовольствием делаю курсы, но всегда для себя нахожу какие-то моменты, где можно было бы что-то улучшить. Да, в техническом плане. Ну что, что имеем? Ага, ну давайте посмотрим, что у нас имеем. Где чаще всего мы теряем время. На первом месте у нас технологическая применимость. Ага, а применимо ли это? Вот, вот она, корень зла. Да, вот она. Первое, технология непонятная, нет инструкции, да? Нет помощника, интерфейс написан не по-русски, а по-английски, как правило. На втором месте что? Отсутствие информации о педагогической полезности. Татьяна Викторовна, коллеги, нам пиарят, нам предлагают, берите вот эти доски, берите вот это, берите это. Покупайте, изучайте. Мало кто говорит, насколько это педагогически ценно. Ну что? И третье место, это недостоверность информации. Ну и перекликается с наличием информации об особенностях и ограничениях. И четыре варианта дополнительных ответов. Последнее вот дополнение. Отсутствие четких требований. Вот мне нравится. Отсутствие четких требований к результатам. Вот это чисто педагогка ясно и четко ставит вопрос. Мне это мнение очень нравится. Четкие требования. Здорово. Идем дальше? Идем дальше. Спасибо за этот опрос. Закрываем. Практически исследование полезности. Да, Галина Дмитриевна. Практически. Вот, 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 вот. Галина Дмитриевна. Чувствуется гуманитарий, говорит. Гуманитарий. Ну, очень точно. Вот, и Наталья Викторовна. Не созданный законодательный. Ну, есть еще и более фундаментальная. Татьяна Алексеевна. Это социальные такие макро-проблемы, макро-вопросы. Не четкого социального заказа. Ну, как не ищут. Наверное, все-таки, Наталья Борисовна, мы ищем. Мы постоянно что-то ищем. Нас водят на выставки. Мы сами ходим на них. Нам предлагают все вот какое-то новое, кардинальное. Находим лифт. Ну, вот здесь я бы хотел обратить внимание на этот слайд, уважаемые коллеги. Если помните, из физики абсолютное черное тело есть такое понятие. Это некая идеальная ситуация, когда что-то существует в идеале. А с другой стороны, есть... Идеальный результат. Есть то, что мы ищем и представляем себе в виде педагогического решения, которое идеально подходит под наши возможности и под тот социальный заказ, о котором вы говорите. И это идеальное решение вроде бы существует так же, как и абсолютно черное тело. Это условная величина и вот это идеальное решение. Причем, подходит не ко всем подряд, а для каждого из нас в отдельности. Я веду, допустим, мой предмет. Для студентов такого-то курса, вот для меня идеально вот это. А для другого, который ведет другой предмет, для студентов другого курса, другого вуза, с другими традициями, с другой научной школой, для него идеальным решением будет вот этот набор методических и технологических решений. Вот он у каждого свой. И в этом проблема. Вот и мы ищем. Мы ищем, где же находится вот это идеальное решение, которое будет для нас являться ориентиром. На что тратить наши силы. Или не тратить. И какие есть варианты для того, чтобы найти вот этот свой идеальный путь, мы видим здесь на этом слайде, варианты решений. Мы ищем. Особенно вот, Татьяну Викторовну всегда веселит, и у меня тоже какая-то реклама, какие-то интернет-обзоры. 250 сервисов для решения вот того-то. Ой, если бы вы знали, как я люблю эти обзоры. 250 сервисов для педагога, 148 инструментов для преподавателя. Кто-нибудь эти обзоры, особенно когда коллеги начинают в социальных сетях друг к другу постить, репостить вот это вот, ой, какая классная штука. Вы знаете, открываешь обзор, начинаешь смотреть, изучать, открывать каждый из этих инструментов. Во-первых, все 250 просмотреть невозможно. Половина из них не работает. Еще одна треть оказывается платная, причем очень сильно платная. Какая-то неудобная из-за интерфейса, да, англоязычный, непонятно что и как делать. Интуитивно непонятен. И дано его, нет, ну в копилку, конечно, положу, репост сделаю, но пользоваться вряд ли я этим буду. В лучшем случае один, два инструмента. Я представляю, сколько человек вот так вот убили время, попытавшись понять, прочесть, и не найдя ответа, но понимая, наверное, я глупый. Вот все вот лайкнули, всем понравились. Да, 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 Людмила Сергеевна, это жуткий хронофак. Поэтому я лучше промолчу, но время на чтение вот этих вот рекламных публикаций, популистских публикаций, потеряно, зря. Нет, встречаются иногда достаточно качественные обзоры, но там, как правило, 5-6 инструментов максимум. Да, вот почему мы, Людмила Сергеевна, поставила нам плюсик за хождение по нашим вебинарам. Мы с Татьяной Викторовной постоянно говорим, в принципе, говорим о том, вот этот инструмент дает вот это. А еще, коллеги, есть инструменты, которые вообще опасны. Они их рекламируют, но их нельзя применять. Но никто об этом не говорит. Хороший вопрос Наталья Борисовна дает. Наталья Борисовна ставит четкий вопрос. А что же делать? Вот эти тренинги, все предлагают, идите к нам, учитесь. Идут, и платят деньги, и время выделяют. И все вот так изучают какую-то методику или технологию. Но, как правило, там ограниченные наборы инструментов. А в результате, в результате, вот какие возникают решения. Или вообще ничего никогда это не используем. Как вариант, используем все и сразу. Или промежуточный вариант, мнимое время. Мы начинаем, работаем, тратим время, потом выясняется, что не получилось, не пошло, тяжело. И это массовая потеря времени. А еще худший вариант, в тестовом режиме вроде бы работает, но выходишь на аудиторию, не пошло. Так, ну вот здесь у нас есть такой вот опросик. Вам, вы уже как эксперты, коллеги, мы не считаем, что знаем что-то больше, чем вы. Мы считаем, что вы знаете больше нас. Если каждый в совокупности что-то знает, вместе получается такое крауд знания. И вот давайте попробуем оценить масштабы потерь. Мы все вместе, нас много. Оцените масштаб потерь времени, реализации реального решения, то, что мы в реальном мире живем, с неким условным идеальным аналогом, когда нам все по полочкам рассказали. Вот это решение стоит столько-то денег. Но его освоение потребуется столько-то времени в среднем. Ну кому-то больше, кому-то меньше, но в среднем вот так. Так, педагогический эффект будет такой-то. Что там еще, Татьяна Викторовна? Выглядеть оно будет внешне вот так. И вот есть его действующий прототип. То есть не надо бежать и тратить время. Посмотрите, вот он, прототип есть. Там можно посмотреть, и вы заранее посмотрели, вы все поняли, сказали, мне это не надо. Сэкономили кучу времени, вы не тратили пустую. Не изучали. А вот это решение надо. Вам сократили путь на какое-то определенное количество процентов. Вам все дали ясно и понятно. Со всех позиций. Вот я тоже проголосую, наберу свой анонимный ответ. И теперь попробую вместе проанализировать. Большинство коллег отмечают, что наши пустые потери. Да, где-то там эмоции присутствовали. Ну, Наталья Алексеевна, мы стараемся, мы стараемся, мы стараемся. Значит, большинство считает, что где-то на 50% мы теряем время зря. Моя точка зрения, это все 500%. Останавливаем вопрос, не будем затягивать. Идем дальше. И вот теперь самое главное. Главный способ это некие конструкторы. Конструкторы для построения чего-то. Расскажите, Татьяна Викторовна, немного об этом конструкторе. С первым вариантом мы уже сталкивались в одном из наших вебинаров предыдущих. Это такая, так называемая, периодическая таблица методов визуализации, где собраны, авторы постарались собрать все инструменты визуализации информации, распределив их по шести группам методов. В чем недостаток этой системы? С одной стороны, очень хорошо, можно быстро найти нужный элемент, который подходит под наши задачи, которые мы ставим, относящиеся к определенному типу и относящиеся к одному из методов визуализации. То есть можно быстро подобрать нужный инструмент. Недостаток. Да, они распределены здесь по степени сложности, но недостаток. Нет большинства той информации, о которой мы говорили и отмечали в вопросах, чего нам не хватает, нет первоисточников. Есть русско-руссифицированный перевод, есть интерактивная версия этой таблицы. При подведении мышки к определенному инструменту можно увидеть, как он выглядит, но не более того, с помощью каких инструментов делается, какова его ценность или полезность для решения тех или иных задач, эта информация здесь отсутствует. В этом его недостаток. Второй способ. В Кроннадском университете пошли немножечко дальше. Они разработали такую метафору молекула электронного курса. И эта структура относится не только ко всему курсу целиком, но и каждая тема и раздел формируется, исходя из этих элементов, из этих пяти направлений, которые обязательно должны быть в электронном курсе. И они тоже попробовали использовать ту же самую идею периодической системы, только уже создали только периодическую таблицу, но и инструментов, которые можно выбирать при формировании курса. В принципе, она должна была облегчить участь преподавателя при выборе нужного инструмента для решения определенного рода задач, а их тут пять групп. Здесь уже появляются некие цифры. Прошу прощения сразу за нечеткую иллюстрацию. Это единственный вариант, который был найден в белой книге Кроннадского университета. Оттуда он и был взят. В каком виде он существует, в таком существует. Иных изображений в этой модели в интернете, к сожалению, нет. Ну и здесь приведены цифры, то есть здесь есть какие-то уже наметки по расчету труда затрат и полезности для учащихся. В чем недостаток этой системы? Опять же, отсутствие интерактивности. Раз. Во-вторых, она узкоспециализирована. Она заточена только под ту платформу и те инструменты, которые используются при организации дистанционного обучения в самом университете. То есть она очень узкоспециализирована, такого универсального какого-то применения нет. Но идея хорошая. Систематизация, некая такая периодизация, расчеты уже по трудоемкости здесь начинают появляться. Идея-то достаточно интересная. И, кстати, это один из вариантов, который мы, в принципе, рассматривали, говоря о конструкторе, пытаясь создать конструктор, не воспользоваться ли периодической таблицей. Но не очень удобен, потому что при появлении новых неудобно вносить оперативную информацию. Если появляются новые инструменты, новые элементы, вставить их достаточно сложно. Ну и возвращаясь к нашей загадке. Лохматая книга, которая у нас была в самом начале. Вот здесь используется тот же принцип, который лег потом в основу нашего конструктора. Да, вот Людмила Сергеевна Васильева дала ответ уже. Автор этой книги Раймон Кено, французский писатель-поэт, немножко математик, чуть-чуть философ. Книга называется «100 тысяч миллиардов стихотворений». Там действительно содержится 100 тысяч миллиардов стихотворений, хотя написано всего-навсего 10 сонетов, из которых можно это количество стихотворений собрать. За счет того, что каждая строчка, страницы книги разрезаны, и каждая строчка – это отдельная, в каждом сонете их можно комбинировать по-разному. И вот комбинация действительно действует в 14 степени. И как сам Кено говорил, только на прочтение всех этих стихотворений уйдет вот это количество лет. Если мы будем хотя бы за 45 секунд создавать новое стихотворение, заменять за 15 секунд, но преимущество в том, что каждый из читателей получает возможность создавать свое новое, неповторимое, уникальное стихотворение, которого в природе еще не существовало и которое опубликовано еще не было. То есть получает возможность для творчества. Ну вот скорее этот принцип и соответствует принципу, ой, прошу прощения, того конструктора, который разработали и мы. В чем-то они очень похожи. Ну а подробнее я слово, наверное, Юрию Николаевичу передам. Рассказать о том, что же представляет собой интеллектуальный конструктор для онлайн-обучения. Микрофон, Юрий Николаевич. Прошу прощения. Леонид Сергеевич отмечает, это не творчество, это некая технология. И, наверное, мы здесь говорим о сочетании и того, и другого. Когда технология является основой для творчества и не ремеслов. Я не знаю, о чем речь, что такое это. Но мне нравится то, что вы, коллеги, некоторые коллеги, вот пишут свое несогласие. Это важно, это важно, потому что все начинается, вот, есть другая точка зрения. Я не скажу, что я сторонник вот этой технологии. Когда Татьяна Викторовна мне это показывала, я тоже не понимал смысла этой книги. А смысл состоит в том, что он создал некий новый конструкт, некое новое решение. Сочетание новой технологии и вот этого творчества. Вот это для меня казалось ценным для примера. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, теперь ближе наш конструктор, который мы предлагаем Татьяне Викторовне. Во-первых, он интерактивный, там каждый может выбирать то, что ему надо. Индивидуально ориентированный под свои потребности. Они у всех разные. Вот даже здесь мы видим, что и понимание, и творчество у всех разное. Оперативное, значит, самое последнее. Многокритериальный выбор, значит, там есть много и финансы, и творчества, и время, и педагогика. Там много критериев, которые перемешаны. Я, например, сторонник всегда выбора главного решения. Остальные считать условиями его обеспечения. Под полнотой критериев мы считаем то, что максимально приближено к реальности. Когда критериев много, это и есть полнота. Ну и мы выделяем наш продукт тем, что там все проверено ручками в ходе учебного процесса. Причем как в своей практике, как в России, так и за рубежом. Это глобальное обобщение практику, уважаемые коллеги, со всего мира. В нем учтена в качестве критерия оценки трудоемкость. Причем оно у всех, конечно, будет разным. Мы применяем средний уровень владения информацией. Да, Валерий Иванович, да, это не полнота. Но еще есть понятие достоверность, своевременность, точность, полнота и статистическая значимость. Критериев много. Мы сейчас специально не входим в философско-смысловое толкование термина. Но мы говорим об общем представлении этого конструктора. Под полнотой мы понимаем непротиворечивость и достаточную логическую обоснованность выбора. Вот что такое полнота. Педагогическая полезность тоже понятие такое, можно сказать, резиновое. Оно у каждого свое, но и вот из-за того, что оно резиновое и у каждого свое, мы даем рекомендации отдельно. Ну, например, такой элемент, как обучение сальфеджо в онлайн, есть такое решение, оно математику может быть и не полезно. И мы это знаем. И такой критерий, как возможность самоосвоения, самообучения. Взял сам и освоил. Или не освоил, потому что он сложный, этот инструмент. Вот вы должны спросить, а покажите наконец нам, что это такое. И мы вам показываем. Мы показываем такой пример. Пример это запись, я сейчас ее попробую отметить, которая сделана на начальной стадии нашей разработки. На начальной стадии. Здесь не очень хорошо видно, поэтому я немножко прокомментирую. Пример такой, как хот-под. Это бесплатное решение для создания интерактивных видов деятельности, не только тестов. Там и кроссворды, там и разные игры, на английском языке. Он интегрируется с платформой системы дистанционного обучения Moodle, указанной какие-то версии. О нем есть характеристика, что это вид учебной активности, который относится к классификации заданий. То есть там разработан еще классификатор видов учебной активности. Это не теоретический материал Ольга Павловна, это реально разработанный конструктор. Мы назвали его интеллектуальный конструктор, потому что в нем заложен интеллект не только нас двоих как автора, но интеллект педагогов со всего мира. Мы анализировали, вот каждый, кто еще не в курсе, кто не знаком со мной, Белоножкин Юрий Николаевич. Я модератор профильной группы в Фейсбуке, первый вице-президент общественной организации, профильная, так и называется, профессионалы дистанционного обучения. В течение трех лет мы каждый день ведем аналитику, смотрим, что появилось в мире, задаем друг другу вопросы. Я обычно предлагаю, вот решение коллеги, посмотрите. Я на коллегах смотрю реакцию, на наших российских коллегах. И у меня в группе сейчас где-то 7200 участников. Это только педагоги. То есть информация колоссально собрана. Идем дальше. Это модуль. Есть источники, откуда этот модуль появился на свет. Есть ссылка на действующий пример, прототип. То есть можно глянуть не картинку, не инструкцию, а прототип. Что он, краткое его описание, есть более подробное описание. Есть шкала его педагогической ценности по пятизвездной шкале. И другая информация. Это один прототип. Только один инструмент. Таких инструментов, коллеги, примерно 250. Почему примерно? Потому что это решение постоянно пополняется, база решений. У нас их по плану будет 500. Мы выбрали сейчас самые основные. Дальше. Я сейчас отвечу на вопросы. Про красную кнопку расскажет Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна. Идея была Юрия Николаевича. Вот вам и рассказывает. Вот эту красную кнопку, это некая игрушка. Татьяна Викторовна, я прочитаю пока вопрос с Натальей Викторовной. Давайте. На самом деле работа с конструктором очень сильно затягивает. Это действительно очень увлекательное занятие. Здесь очень много элементов. Сама им пользуюсь при разработке собственных курсов для того, чтобы ускорить процесс выборки нужного подходящего инструмента с учетом тех возможностей, которые есть. Здесь возникает риск увлеченности или эффект красной кнопки, если заниматься работой с этим конструктором самостоятельно. Дайте мне доступ, я сам там разберусь, что делать. В одном из фантастических фильмов был такой эпизод, когда вручили новое суперсовременное совершенное оружие, но не сказали про один нюанс, зачем здесь красная кнопка. А красная кнопка работала на самоуничтожение всего находящегося рядом. Вот такой риск увлеченности поиском и работы с конструктором может являться вот такой вот красной кнопкой. Есть нюансы, которые нужно знать, прежде чем с ним начинать работать. Спасибо, спасибо, уважаемая Татьяна Викторовна. На вопрос Натальи Викторовны я отвечу. Речь идет не только про Moodle. Мы прекрасно понимаем, что есть и другие среды, и другие платформы. Мы туда включаем тот же HotPot, это инструмент, работающий где угодно и в любой платформе. Даже без платформы самостоятельно. Там будут разные решения. Но базу будут составлять, большинство будут опираться в Moodle как пример. То есть гиперметод у кого-то есть, там тоже есть похожее решение, но мы его не показываем. Мы даем аналог. Какая версия? Это не имеет особо принципиального значения, хотя если смотреть внимательно, некоторые решения не работают на определенных версиях. У нас обучение будет построено на версии 2.8. Одна из таких стабильных, проверенных, где большинство модулей работает. Но я вот что у нас, что значит вру. Мне хочется уже 3.1 и 3.2 появились и работают. Но я пока им не очень доверяю. Не очень доверяю. Там есть моменты, я вижу, спорные, поэтому не спешим, работаем в 2.8. Как лучше стратегию? Вот здесь вопрос уже вообще не по теме. Речь идет о другой теме, о масштабах электронного обучения в рамках ВУЗа. Интересная тема. Этот конструктор может быть положен в основу выбора стратегии развития всего ВУЗа. Может быть, когда дается готовый набор опробированных, уже типовых решений, которые идеально подходят для этого ВУЗа. Остальное все просто отбрасывается как хронофаг. Это вот ответ на вопрос. Может быть. Но эта задача может быть интересна только одному человеку. Разработка стратегии. Всем это вебинаре может быть абсолютно не важно. И это нормально. Так что, Наталья Викторовна, приходите, обращайтесь. Мы рассмотрим и стратегическое применение конструктора. Это может быть и стратегия кафедры. Чаще всего, чаще всего, это стратегия в тех ВУЗах, где преподавателям что-то дают за применение этих технологий. Где они доказывают, вот я сделал вот эту методичку, вот интерактивный кейс какой-то создал. Им за это доплачивают, что-то дают. Но есть и другие ситуации, когда им ничего не платят авторы. Они создают новый продукт, новые публикации. Эти публикации становятся тем материальным активом, который дает им право работать и получать надбавки. То есть ситуации у каждого из нас бесконечное количество, кому это надо. Кафедре, сотруднику или ВУЗу, или всему миру. Здесь мы не даем универсального ответа. Мы даем только локальные ответы, для чего это надо. Что слово должна разрабатывать, мы не говорим. Потому что есть руководство конкретного ВУЗа. Ему виднее, что должно, а что не должно. Но мы знаем, как оно может быть устроено оптимально. Кто этим должен заниматься, мы тоже не говорим. Но мы можем дать советы, рекомендации. Что первое лицо это проректор. Ректору некогда. Но проректор, один из проректоров, который разобрался, который понимает всю эту иерархию. Это в идеале. Мы так будем рекомендовать вам. Если это опустить на уровень кафедры, или отдела, или группы сотрудников, не подкрепленных вертикалью власти, то будет очень сложно что-то внедрить и что-то ожидать. То есть мы можем дать вам конкретные советы по всем этим моментам. Да, досмотрите. Теперь вопрос Наны Джимшеровны. С математическими формулами отдельная песня. И мы расскажем, и покажем. Дальше пора уходить. Было интересно. Мы начинаем близиться к завершению. Вот трудоемкость. Мы уже опрашивали. Вот пример. Яркий, горячий пример напоследок, когда я перевел инструмент под названием блог открытого университета в Великобритании. На английском языке я его испытал, проверил, запустил. Вот он работает. Не обрешайте внимания на эту опечаточку. В конструкторе это изложено. Так вот, в чем трагедия. Я бы сказал, те, кто захотел бы сам взяться. Документации нет. Инструмент отличный. Я потратил с Татьяной Викторовной несколько дней на то, чтобы этот инструмент заработал. Так как мы хотим. Где есть автор, есть описание, есть аналитика. Бигдата, так называемая. Есть сторонники больших данных. Вот тут показывается статистика, кто чаще публиковался, кого чаще читают и так далее. Сейчас не будут. Но несколько дней. А если получить в нашем конструкторе описание, там понятно, через 5 минут, раз, два, три. Бери и применяй. Все на русском языке. Вот один из таких примеров я вам показал. И теперь мне надо тратить несколько дней на то, чтобы его настроить. Тем, кто будет пользоваться. И перевести на русский язык, на смысленный русский язык сам интерфейс. Наш курс, который содержит этот конструктор, он состоит из 5 модулей. Это где-то 6 недель. Ну, около 6 недель. Примерно 6 недель. Там точные даты пока уточняются. И вот, что в этот курс мы предлагаем всем желающим. Мы этот курс не открываем просто вот всему миру. Мы считаем это опасным. Это наркотик, с которым нужно, это лекарство, с которым нужно обращаться крайне осторожно. Потому что засасывает. Вот так вот его сдать, и вот там можно утонуть и потерять все свободное время. Это то, как происходит наше обучение в нашем онлайн курсе. Но это даже не столько курс, сколько инструктаж, как работать с этим конструктором. Правильно, да. Мы говорим о том, что... Самое главное результат. Да, да. И вот этот курс, уважаемые коллеги, и этот конструктор, уважаемые коллеги, находится вот здесь. И наше предложение, представленное на данном экране. Мы приглашаем вас. 23 февраля, в День защитника Отечества, мы начинаем работать с этим курсом, по которому еще будет желающим выдаваться удостоверение повышения квалификации установленного образца. Тем, кто желает получить сертификат за наш сегодняшний вебинар, пожалуйста, есть ссылочка. Ссылочка в начале была вебинара. В начале, если есть, она еще раз продублируйте, и мы с вами подходим к ответам на ваши вопросы, которые мы еще не ответили. Наталья Викторовна. Это, видно, специалист высокого класса в сфере вопросов управления обучением и технологиями в обучении. Кто-то работает в Moodle и HotPotet, кто-то на своем. Огромное спасибо за реплику, за ответ, Наталья Викторовна. Вот вы тот стратег, который понимает то, о чем мы говорим. Мои остальные коллеги, судя по репликам, поняли, о чем мы говорим. Вот вывод, что любое творчество с применением онлайн технологии, это две больших крайности. Одна крайность это хронофаги, пожиратели времени и расстройства, где толку нет. И другая, пока недостижимая для нас крайность, это четкое, быстрое, легкое, удобное решение того, что мне надо как преподавателю. Это будет еще и выгодно иметь публикации, иметь надбавки, иметь высокие оценки у студентов. Это выгодно. Это стабильность в работе и уважение коллег. Хотя есть ситуации, когда коллеги начинают говорить, вот тебе больше всех надо, а как же побеждать лучше. Спасибо вам, Лейла Радиловна. Ярин Николаевич, вот здесь вопрос был хороший от Людмилы Сергеевны, вернее реплика. К сожалению, настройки это администратор, преподаватели в настройки не пускают, сами не очень-то стремятся. Некоторые возможности использовать не получается. Да, не все преподаватели стремятся, скажем так, к совершенству, не всех может пускать в администраторе, но есть возможность. Татьяна Викторовна, Людмила Сергеевна, это один из тех редких преподавателей, которые, скорее всего, хотят, у них нет возможности получить техническое обеспечение так, как нужно. А теперь вернемся к нашим результатам. Я все-таки отвечу, коллеги, если у кого-то нет такой возможности, приходите к нам на портал Академия, и мы вам дадим эту возможность. Берите, бесплатно обучайте, берите платформу с техподдержкой, с работающими рассылками. Это только у нас это есть. Но бесплатно только эксплуатация. Обучение – это работа, и мы предлагаем обучаться платформу. Вот я как раз хотела сказать к этой теме, Людмила Сергеевна, это как раз мой путь, мой способ. Та же самая ситуация была, но воспользовалась именно наличием бесплатной площадки на Директ Академия. И, в общем-то, я довольна тем, что у меня стало получаться. И я эти курсы могу использовать в своем учебнике. Я был в шоке тогда. Да, разрешение мне такое. Да, Татьяна Викторовна говорит, а у нас в УЗИ есть платформа. Что тогда пришли сюда, на другую платформу? Ну вот говорит, иногда чего-то хочется больше. Но мне хотелось сделать именно то, что хочу я, и так, как хочу я, и быстрее, чем это могло позволить наша техподдержка. Теперь Татьяна Викторовна сама стала автором, сама обучает и без проблем. Да, такая возможность есть. Кстати, в нашем курсе бесплатная площадка, она будет выделяться. И все, что исследуется с помощью конструктора, это не просто взяли, посмотрели и пошли к себе на площадку, что-то там получилось, не получилось. Здесь еще один очень важный элемент, момент срабатывает. Выделяется бесплатная площадка для этих экспериментов на базе Директ Академии. Там мы создаем эти элементы, используя конструктор. И есть еще одна хорошая вещь, которой нам очень часто не хватает. Это совместная практика. Если у вас фокус-группа отработать на участниках, пойдет, не пойдет элемент, на ком потестировать, на себе любимом, где взять этих демо-участников? Вот участники курса – это как раз та самая фокус-группа, на которой можно проверить и получить обратную связь, что тоже очень ценно. Вот будучи еще тренером в офлайне, я знаю ценность тренерских сессий. Когда ты что-то придумал, попробовал, нужна фокус-группа, и хорошо, если это будут коллеги. Они и с точки зрения участника дадут тебе обратную связь, и с точки зрения профессионалов дадут обратную связь. Это тоже очень ценный опыт, который просто так найти достаточно сложно. И мы с этим сталкиваемся, особенно если мы работаем в ВУЗе, где не все преподаватели увлечены дистанционными новинками и изучением. На нашей площадке, в нашем курсе. Леонид Сергеевич снова про подлет спрашивает. Кидаю. Как мы будем отвечать? Сейчас или письменно? Так, про подлет. Спасибо, что напомнили. Отвечаю. Значит, ссылка на инструмент для тех, кому интересно. Вот она. Там свободно можно зарегистрироваться и его использовать. Про те результаты труда, которые мы с вами вложили в нашу сегодняшнюю игру. Я уже говорила, сегодня я беру тайм-аут на разбор материалов, чтобы не делать это во время вебинара на скорую руку. Тем более я оставляю вам сегодня-завтра возможность что-то еще посмотреть, сделать. А, наверное, в рассылке, я думаю, можно будет вставить ссылочку на этот инструмент и посмотреть, что же у нас с вами получилось. Так что в рассылке эта ссылка будет. Еще раз повторим, можно будет зайти, посмотреть. Коллеги, мы не ставили задачи рассматривать какой-то конкретный инструмент. Мы просто по нему прошлись, посмотрели, вот он работает. Подробно по каждому инструменту будет говориться в нашем онлайн-курсе. Приходите, вы узнаете то, что вы нигде больше не получите. Вы сможете не только теорию посмотреть, но и практически пройти каждый шаг спокойно, с нашей помощью, самостоятельно. Ну что, если вопросов больше нет, то нам пора закругляться, уважаемые коллеги. Спасибо вам за участие. Вы на почту получите все ссылку, да, вы получите по почте ссылку для получения сертификата. Я ее сейчас попробую, попробую получить сертификат участника. Вот здесь. И, наверное, мы на этом закончим. Татьяна Викторовна, спасибо вам. Связь вроде бы была отличная. Наладилась. Спасибо, Людмила Сергеевна. Думайте, приходите, сомневайтесь, задавайте вопросы. На нашем сайте, вот я дал ссылочку, есть онлайн-консультант. Я отвечу на все вопросы, ваши вопросы. И, коллеги, не забываем записываться на работу с конструктором. До 10 февраля по этой ссылке цена 2,500. И после 10 февраля она будет выше. А все участники, прошедшие курс, получают бесплатный доступ к конструктору в течение года со всеми обновлениями и со всей новой информацией оперативной, которая туда будет добавляться в течение этого времени. Поэтому, мне кажется, это вполне хорошее предложение. А еще Галина Дмитриевна ставит очень четкий вопрос о программе обучения. Вот здесь вот фрагменты программы обучения я даю. Спасибо, Галина Дмитриевна. Обязательно, любой курс, это всегда программа. В этой программе есть, вот видно рабочий стол сейчас, Татьяна Викторовна? Вот, по этой ссылочке идет описание этой программы, кто авторы и вот такой оригинальный тематический план. В виде путь, каждая тема, каждый модуль это путешествие. Вот, первое путешествие... Причем практика ориентированная. Вы тут спрашивали, какие бывают виды, для чего. Мы изучим классификацию, ну и так далее, посмотрите. И в конце вот этих путешествий, там всего таких 5 путешествий в виде игры. Это же креативный курс, значит, там должна быть игра, интрига. Там будет индивидуальный подход, у каждого своя траектория. Темы 1, общая траектория, у каждого своя. И там будут ссылки, записи на этот вебинар, он сегодня будет уже заменено на запись. И сама запись на курс тоже имеется. Продолжительность. Вот тут Татьяна Викторовна говорила, что 6 недель, да, Татьяна Викторовна? Ориентировочно, да. В днях пока еще мы не считали. Начало курса 23 февраля и плюс срок обучения 6 недель. Это со всеми дедлайнами, хорс-мажорами, хвостами. Можно полтора месяца обучиться созданию или онлайн курса, или совокупности сервиса. Вот у вас там Moodle у кого-то работает чисто в ВУЗе, локально. У нас вы можете получить свой курс для ваших студентов. Реально, обучайте, ставьте оценки, работайте. Что я и делаю. Так, как делает Татьяна Викторовна. Вот, пожалуйста, у них в ВУЗе есть своя платформа, хорошая платформа. А у нас она еще очень хорошая, но сложности. Мы ее не критикуем, не обсуждаем, все платформы хорошие. Нет, нет, нет. Но решение у каждого может быть индивидуально. Дмитрина, вы мне понравились. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Татьяна Викторовна, вы в нескольких ВУЗах работаете. Стоит ли их озвучивать? Я думаю, может быть, в личку. Галена Викторовна, приходите на Facebook, на мою страничку, в личке поговорим. До начала путешествия, вот здесь будем знакомиться, вот там мы и познакомимся, расскажем о себе. Там все секреты расскажем. Там будет закрыто, вот это знакомство будет в закрытом сообществе. Потому что есть персональная информация, а ее не всегда удобно озвучивать публично. В Москве живет Татьяна Викторовна. Да, Москва, Москва. А на видео? Только вот на видео, вот так вот, только виртуально. Но работаем с ней мы замечательно, вот душа в душу. Да, Татьяна Викторовна? Да. В онлайн, все в онлайн. Что еще? Тут вы чем смотрите? Глазами на веб-камеру, вот изображение веб-камеры. Имеется, Галена Дмитриевна, имеется в виду, живьем не видеть. Да, вот. Развиртуализации еще не было. В плане никогда я ее видел. Хотя она была в Сочи, я живу в Сочи, она меня информировала, все равно я ее не видел. То одно у меня, то другое. Но тем не менее у нас с ней прекрасные деловые такие, партнерские и рабочие отношения. Пришла слушателем на мой курс, закончила, заплатила денежку, стала мастером. Достала вопросами. Я просил задавать самые глупые вопросы, а у нас не бывает их глупых. Вот, пожалуйста, результат. Так что приходите, будет то же самое. Интересно. Да, и самое главное, что в результате вот этого, я бы даже сказала, что это не курс в классическом понимании слова, это скорее вот именно та самая сотворчество, соработа над решением вопросов с применением конструктора, над решением и на ваших индивидуальных вопросах. Один из результатов, это разработанный либо полностью курс, либо полностью тема, либо какой-то аспект, ваши конкретные, реализованные уже в виде готового решения на площадке Директ Медиа, которые потом можно по возможности перенести на собственные площадки, если вы работаете. Пока мы говорили, Сергей Эдгарович Гурнов получил сертификат. Мне пришло сообщение. Сергей Эдгарович, поздравляю, что вы с нами, вы первый обладатель. Оплатили и получили. Марину Ефибину Вайндорс-Исоеву я прекрасно знаю. Виделся с ней в офлайне один раз, был на конференции в Екатеринбурге. Очень уважаю, но чаще я с ней работаю в онлайне. Она приглашает меня на свои мероприятия, конференции по виртуальному обучению. У нас на Директ Академии она частенько выступает, проводит вебинары. Спасибо. Мы ее хорошо знаем, уважаем и любим. Да, и в завершение мне хотелось бы еще вспомнить. Было обещание в начале, кто разгадает загадку, назовет автора книги и название, тому приз от фирмы. Первая у нас была Васильева Людмила Сергеевна. Вот она первая назвала правильно Раймона Кино. Правда, название несколько изменило, но по сути оно подходит. Поэтому, Людмила Сергеевна, для Вас персональная скидка при записи на наш курс до 23 февраля. 2 тысячи рублей, принимая авторитетное решение в жюри. Для этого, Юрий Николаевич, может последний слайд открыть, показать адрес электронной почты. Людмила Сергеевна, пожалуйста. Вот, на адрес электронной почты напишите, чтобы Вам не оплачивать полную стоимость. Приходите к нам на занятия, приглашаю Вас лично. И при... Адрес лучшей почты. Последний слайд можно открыть? Да, конечно. Да. На адрес электронной почты просто укажите свою фамилию и имя отчества. Напомните про вебинар. Можно просто написать слово Кино, на кодовое слово, и получите свою скидку при записи на курс. Дадим ее? Да, и приглашаем к сотрудничеству. Вот тут я вижу, есть потенциально сильные авторы. Мы приглашаем к нам, приглашаем к нам, становитесь нашими авторами. Открывайте свои авторские коммерческие онлайн курсы. Зарабатывайте, у нас это приветствуется. Легально. Даже если вы не совсем уверены в своих силах, приходите. Но мы вас... Мы вам покажем, что вы можете. Мы получим тому, что вам хочется, и то, что нужно рынку. Если есть какие-то интересные темы, если есть задумки, но курсы еще не делали, все равно приходите. Все возможно. Ну что, будем закругляться, коллеги? Да, время. Вопросов нет больше? Объявленные полтора часа, заявленные прошли. Вопросов пока. Вот тут вопрос появился. Счет на курс, но это уже... Да, 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 можем. Нам нужно, Татьяна Ивановна, знать ваш адрес почты. Для этого... Либо вот сюда, на адрес почты, который сейчас на слайде есть, да, Юрий Николаевич? Можно сюда прислать? Да, 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 на LMS, вот эту почту, чтобы мы вам выслали счет на оплату. Это можно, это можно, коллеги. Так. А, Татьяна Ивановна даже указала там. А. Знак равно, не равно, альт. Хорошо, хорошо, Татьяна Ивановна. Еще вопросы, коллеги? Всем спасибо. Да, да, обращайтесь. Обращайтесь к нам, не бойтесь, по скайпу, мой скайп Юрий Б. Вот я сейчас напишу, там где скайп есть, вот еще раз. Познакомимся, поговорим. И поймете, что нам делать дальше. Ну что, я тогда выключаю запись. Всего доброго, всем до свидания. Все, коллеги, всем большое спасибо за сегодняшнее участие, за активное участие, за такие разные мнения. Это замечательно, когда у нас мнения разные, мы можем поспорить, главное делать это конструктивно. Это всегда идет нам на пользу. Надеюсь, что наши последующие вебинары будут не менее интересными, чем все предыдущие и сегодняшние. Рада была сегодня встретить вас здесь. Очень порадовалась, что со звуком проблем не было, только в процессе настройки, что у нас все с вами получилось. Все вопросы, пожалуйста, задавайте. И на наш курс приглашаю, приходите. Будет много интересного, еще интереснее, чем сегодня и здесь. Есть много фишек.